В Петербурге сегодня стартует 14 этап Кубка России по ралли. Болельщики замерли в ожидании этого зрелищного шоу. Ведь еще бы за рулем некоторых авто будут настоящие автоледи. Пилоты уже опробовали трассу. Вместе с ними на гоночном автомобиле прокатился мой коллега Василий Михеев. Завтрашний очередной этап Кубка России по ралли пройдет. В Петербурге от шалаша Ленина до Выборга будут экипажи ехать около семи регионов России. В этом будет участвовать и несколько десятков экипажей. Завтра будет очень и очень интересно в Петербурге все происходить. Ну и вот надежда и опора в том числе и северной столицы. Вот не поверите, это «Лада Калина». Ну, конечно, непростая в автомобильном смысле она золотая. 184 лошадки под капотом у этой красавицы. 1600 объем двигателя, максимальный крутящий момент 184 ньютона и кулачковая коробка передач. Именно вот на такой же машине Дмитрий Воронов, один из лучших гонщиков не только Петербурга, но и страны, уже стал чемпионом заочно. Как получилось? Участвуют Subaru, участвуют лансеры, мировые признанные лидеры в гоночных автомобилях. Как на «Колине»? Да здорово на «Колине». Мы работаем, тренируемся, команда работает, собственно, инжиниринговый отдел в Тольятти, поэтому машины у нас сбалансированы. И мы стараемся тоже быть всегда на уровне в своем спортивном, поэтому получается очень быстро ездить. И вот в этом году уже, еще вроде только осень началась, а уже взяли чемпионат досрочно. Сейчас вот осталось побороться за кубок, там тоже в лидерах идем. За счет чего она лучше? Что в ней превосходит, вот иностранные аналоги? Преосходит в первую очередь, что мы работаем не над, чтобы машину перезарядить, а сбалансированно. То есть у нас надежная машина, мы много ездим, мы много довольно тренируемся, и поэтому выжимаем максимум из себя и из машины. А те, кто ездит, выбирают для себя там «Лансер», «Митсубиси», «Субару» и так далее. Порой зациклены на технике, на автомобиле, на самом дорогом, на самом лучшем, и мало работают с собой. И получается, что они проигрывают нам чисто в технике и пилотировании, проигрывают в надежности порой, потому что иногда, как это называется, перезаряд автомобиля ведет к тому, что он сам себя ломает. Тут дело главное в балансе. То есть все-таки команда «АвтоВАЗа» спасает в том смысле, что немножко не переживайте, не свое? Можно так сказать, да, можно так подумать, но у нас мы на этих машинах едем уже не первый год, и на них все кузовные элементы свои, то есть мы в авариях не участвуем. Да, мы едем почти на 100% по скорости, по мощности, но мы практически не вылетаем. То есть это, да, в автоспорте ошибка – это вылет, но мы минимально отпускаем количество ошибок. Что вообще ждет тех, кто увидит это ралли? Трасса знакомая, трасса очень разнообразная. Есть асфальт, есть грунт, есть медленные повороты, есть очень быстрые. То есть ее не сравнить, так в зависимости, с Карелией или с какими-то другими регионами, потому что она очень много в себе включает приемов, скажем так. Ну и концентрация должна быть максимальная, потому что завтра шалаш – это очень быстрая узкая асфальтовая трасса. Потом на второй день это, допустим, участок Дятлова, здесь неподалеку, это очень быстрый, грунтовый, широкий. Надо обладать довольно разными качествами, чтобы показывать везде хорошую скорость. Поэтому ребята, которые приехали из других регионов, им будет интересно, но непросто. Спасибо большое. Но вот пилота этого автомобиля, Инессу Тушканову, мы сейчас приглашаем к нам сюда и немножечко с ней покатаемся. Да, удивительно, что девушка. Добрый день. И удивительно, как вообще получилось, что села-то за баранку? Получилось очень случайно. Пригласили друзья на любительскую гонку 10 лет назад. И я попробовала, и меня очень увлекло это занятие. И пошло-поехало, я начала заниматься профессиональной ралли. Что сложнее всего было на первом этапе? Наверное, концентрация или что-то другое? Научиться водить автомобиль. То есть именно техника, именно технические все эти вещи? Крутить баранку и пользоваться коробкой передачей? Ну, скорее механические, ну не технические. Ну, в общем, самое сложное в автоспорте – это научиться водить автомобиль. А потом, когда ты умеешь, то любая дисциплина, связанная с управлением автомобиля, тебе уже не сложна. Давайте попробуем все-таки покататься внутри. Что нужно сделать? Как мне облачаться? Вам нужно надеть шлем, подшлемник. Пожалуйста, члены команды, дайте нам шлем и подшлемник для нашего. Я пока буду одеваться, с вашего позволения. Ну вот такой наряд у меня сейчас. Ничего под этим фуллфейсом фактически не видно. Можем послушать этот волшебный звук, волшебной же «Лады Калины». Нестандартный для этого автомобиля абсолютно. И сейчас мы в «Хенессе». Тут еще не такая простая история сюда залезть. Нет, нет, нет. Мяч четвертый. И здесь пристегнуться. Вот мы видим та самая коробка передач. Здесь все, конечно, гудит, шумит. Никакой звукоизоляции нет, потому что для гонки все это снимается, все это вес. И вот поэтому так все выглядит внутри. Достаточно урбанистично, достаточно минималистично все здесь выглядит внутри. Но вот это и нужно. Заводится она, кстати, не с ключа. Обратите внимание. Завтра основная ставка на что будет? Репортаж на следующий высылательский лампинчик. Был тот пилот, который не хочет быть первым. Спасибо вам большое. Завтра больших успехов. Будем держать кулачки, будем держать за вас пальцы, крестиком. И надеяться, что все-таки увидим вас в топах, в первых позициях. Это интереснейшее зрелище ожидает всех петербуржцев, всех, кто придет к шалашу Ленина. И там далее по трассе будет стоять до Выборга около 300 километров. Всего эта трасса протяженностью соревновательных около 130. Вот тех моментов, где как раз будут пилоты друг с другом состязаться на полных скоростях. Любопытно, что остальной промежуток им нужно будет ехать по правилам дорожного движения. Стоит знак 40, знак 40, 60, 60. Вот так придется им себя искусственно сдерживать. И, кстати, были случаи, что штрафовали на этих участках пилотов, сотрудники ГИБДД. Василий Михеев, Светлана Шанькова. Live 78.